Сегодня у нас утро. 20 ноября 2019 год. Вот мы готовимся к завтраку. Сына Тихоновича. Та же пироги у нас тут есть. Жена Игнатья Тихоновича. И значит он трет морковку. Обычно он здесь трет. На кухне. Вот так там идет начитывание его материалов из книг его открытым окон. А ему охота послушать это все заново. Четкая программа. Породить бактерия и рассеются овцы. Книга про Казахария. 13 глава 7 стих. Он ищет подавление личности ребенка. Нарушение Международной конвенции о правах ребенка. 20-минутное стояние ребенка на вышке в устах Лаврененко превращается в двухчасовое. И он даже догадывается, что ребенок хочет в туалет. Объектив задерживается на детях, на уроке рисования. Но Лаврененко давит. Занятий не было. Компромата нет. И Лаврененко перекидывается на несуществующее, на небывшее. Называет меня старостой потеряевской церковной общины, чего никогда не было. Потеряевки староста деревенской общины Барабаш Игорь. А церковной свято-анфимовской плотников Д.У. И это Лаврененко хорошо знает, что видно из первых кадров. Перед ним лежат документы. Если бы он был верующим, то он бы рыдал и плакал сегодня в пепле и прахе, проща прощения у Бога. Потому что всякая ложь от дьявола, Иоанна 8,44. А уже свидетель не спасется, погибнет. Притча 19,9. Далее Лаврененко лжет, исходя из того, что Лаврененко и Игорь Тихонин староста свято-анфимовской общины. И цитирует все по МК на Алтай. Вопрос о запрете жениться без моего разрешения и запрет жителям деревни разговаривать с кем-либо из посторонних. Также без моего разрешения. Лаврененко в заказном фильме «Пролог» оставляет только то, что согласно заказу от коммуниста Петренко ВС. А все остальное он безжалостно выбрасывает за бок. Партийный долг у коммунистов всегда был выше долга быть человеком. Поэтому лже-свидетели наподобие Гайдук-Н в фильме Лаврененко ищут благостного выражения лиц не у себя, а у детей. Пару минут пауза. Вот хорошо. Я теперь там дотову. Я дальше хочу сказать, против кого поднимал. Это дело... Почему? Мы просто так бы, если было. Ну, бывает. Вот они просмотрели тут сейчас санэпидемстанция, это она называлась, а сейчас Роспотребнадзор. Ну, и штраф лагерю, там, начальнику. И штрафы миллион-полтора, миллион-полтора. Я посмотрел. Все лагеря позакрывали. А здесь ничего не могут сделать. И лагерь-то такой, там, ну, еще в частном порядке. Ну, много ли в частном порядке строго верующих. Дети молятся каждый день, ходят в храм. Раздавить. Ну, такая комиссия. 15 комиссий. Ой-ой-ой. Мы не успевали двери открывать. И вот, когда я вернулся, и здесь началось такое, что меня в краевой прокуратуре спрашивают. Игнат Тихонович, а что это делается-то? Я говорю, что, а вы разве не слышали? Нет. Да те, которые против вас выступали-то, там ничего нету, все разгромлено у них. Я говорю, а как? Я еще ничего не знаю. Ну, как? Одного с работы выгнали. Это Прокопьев запретили больше выступать на этой теме религиозной, отняли от нее. Дальше. Главная статья заказчик писал Самульсов, Александр Самульсов. Его нашли убитым. Этот главный, он бывший идеолог, еще когда КПСС была, по КПСС в Полтайском крае, Петренко Владимир Сергеевич, его паралич разбил. Дальше. Который выступал там этот Друженин. Его инсульт, не его, а его отец. Инсульт. Помер. Нету. Ну, начинает перечислять все, что это такое. Я говорю, мы молимся, а я даже не, я им не просил погибели, я молился за них. Но у Бога свой распорядок. И ничего нету. Значит, сразу же решение суда опробергнуть. И ко мне вот сюда, где я нахожусь, приезжает заместитель ГТРК. ГТРК это радио, телевидение, все в их руках. Масолов. Игнатий Тихонович, я вот приехал, и, ну, Герасченко у них главный был тогда, а он заместитель. Вот, это, конечно, плохо с вами поступили. Это же подхватит и Прокофьева. Плохо поступили, но решено, решено, чтобы вы не настаивали, чтобы по телевидению показали. А мы составим комиссию и хорошо вас напишем в лагерь поехали. Я говорю, уже показано, что вы не настоящие. Как хорошо, когда ты не был. Мне не надо хорошо. Зачем мне хорошо? Мне правда нужна. Ну и все. И, наконец, решение. ГТРК. Самое удобное время. Когда у вас время? Я говорю, ну, сделай-то другое. Часы. Да у нас указание суда Кривого. Мы не имеем права сдвинуть ни на минуту, никуда. О-о-о, как разобрало их. Я говорю, нет, я не пойду на это. Давайте так, как уже суд решил, так и сделаем. И тогда в какое время я пошел у кого телевизор, если у меня нету, и они прямо показывают, потом титрами все, они просто так. То есть разгром полный, абсолютный, пыли даже нету. Я слушаю, не пойду. Дети Латкина и спрашивают, не холодно ли детям. Ему показывают.